Значит, давайте с вами обозначим, если есть какие-то непосредственные задачи, которые нужно решить, скажем так, узнать. Юль, я вот могу это на своих словах сказать, может быть, как это правильно выразить, уже подскажете. Постоянное ощущение, что я здесь, как сказать-то, ну, не в своей тарелке, это вот с подросткового возраста, что я здесь не на своем, грубо говоря, месте и не нужна. И вообще, как будто бы я высиживаю и время пережидаю для чего-то. То есть какая-то вот эта вот внутренняя неопределенность, и как будто бы, ну, мне себя применить некуда, так скажем, неудовлетворенность какая-то, вот это раздирает прямо изнутри. И вот я сейчас как бы уже родила, так скажем, детей с мужем в разводе. Проблем как снежный ком, а их только больше и больше, они копятся и копятся. И всю юность, так скажем, были мысли о суициде, но только, слава богу, мысли. То есть никаких вот не было как бы конкретных действий, но настолько вот было тошно и вот, ну, невозможно просто что-либо, ну, как-то вот себя, ну, реализовать, что ли, расшевелить. То есть вот как-то войти в эту жизнь, ну, просто жить или не париться тогда вообще уж ни о чем, если ты не знаешь, как бы, куда себя применить. Я вас очень понимаю, потому что, если мне скажут в любой момент, ты готова умереть и чтобы больше не рождаться. Я готова как пионер в любой момент, потому что я лично по себе чувствую, что, ну, я уже устала вот в этом мире, то есть я устала. У меня это с детства было лично, когда я была маленькая, мама говорит, ты говорила нам, мама, зачем вы меня рожали? Я вас не просила об этом, понимаете? То есть вот я, будучи маленькой девочкой, вот такое говорю. То есть это материальный мир, и мы в нем вынуждены взаимодействовать, и мы в нем вынуждены отрабатывать карму. То есть мы за все свои прошлые жизни наделали чего-то, каких-то поступков насовершали, а сейчас мы вынуждены, сейчас мы вынуждены, нет, деньги просто дайте мне, я вам отдам деньги, дайте мне. А сейчас мы вынуждены расхлёбывать это. Вот, поэтому давайте посмотрим, что там было, и насколько у вас это получится, и дальше уже будем думать и гадать, как из этой ситуации выходить. И как бы еще таких два хотелось отметить с момента, то, что у меня, ну, помимо того, что понятно, как себя реализовать и в чем, в какой сфере это вообще, как бы, то есть у меня никогда никаких не было вот особых рвений куда-то. Вот, потом момент второй, то, что я вас вот спрашивала уже по поводу сущностей, то есть это как вот вообще смотрятся вот эти все отвязки, привязки, я, честно говоря, в этом не особо понимаю. Это совсем другое, это совсем другое, это другой вид, скажем, взаимодействия, то есть если мы сейчас с вами нацелились на регрессию, то есть смотрите, ну вот вы же знаете, что есть радиоволны, электромагнитные волны, электричество, да, которое, допустим, может бежать по проводам, мы можем смотреть на голый провод, но мы можем его не видеть. Есть радиация, радиоактивные волны, и также есть различные волны энергоинформационные, то есть есть некие, да, вы правильно говорите, сущности, да, сгустки энергетические, информационные, и домовые всякие есть, и есть всякие там подселенцы, и ляровые есть, которые, например, к алкоголикам и там к наркоманам прилепляются, вот. То есть это уже работа, скажем, на других вибрационных полях. Мы сейчас с вами работаем в регрессии, то есть когда вы погружаетесь в трансовое состояние, и мы с вами подсоединяемся к информационному полю, скажем так, вселенскому, где хранится вся информация. И она оттуда вам приходит, и вы ее начинаете видеть, чувствовать, слышать, нюхать, пробовать. То есть люди прямо, ну, есть люди, которые прям чувствуют вкусы, слышат запахи, да, трогают предметы. Я поняла, по этой жизни, так скажем, все равно, как бы, вот у меня есть, так скажем, было, ну, и есть сейчас некоторые из них, три человека, с которым очень, так скажем, сложные были взаимоотношения. Это отчим, которого сейчас уже нет, и я на него по сей день обращаю всю свою, грубо говоря, злобу, ненависть, весь негатив. То есть я его, ну, терпеть не могла всю жизнь, и вот от этой ненависти избавиться я никак не могу. Это бывший муж мой, с которым у нас по сей день очень острые и непонятные отношения, от которого у меня двое детей. И почему-то это моя девочка первая, мой ребенок, у меня тоже к ней схожие чувства, как к отчиму. То есть непонятная ненависть и вообще вот что-то такое, что, ну, вообще я ее не воспринимаю, как свое дитя. Вот. То есть именно вот как бы в этой жизни, что меня очень волнует, это даже вот не конкретно что-то материальное, а вот взаимоотношения с этими, так скажем, вот определенными людьми. Очень хорошо, что вы это озвучили. Будем пробовать смотреть, потому что люди приходят с разными, ну, скажем так, задачами. Вот. И, значит, будем пробовать сакцентироваться на этом. Может быть такое, что у вас, ну, не то, что может быть такое, а все, что с нами происходит в этой жизни, это результат наших прошлых воплощений. То есть если, например, какой-то человек вам приносит беспокойство, то, значит, вы кому-то в прошлой жизни приносили такое же беспокойство. То есть просто обмен ролями. Не именно с этой душой. То есть эта душа к вам приходит как учитель, который вам показывает, что, допустим, вот ты себя так же вела, а теперь с тобой будет вести себя так же. Понимаете? И вы это должны принять и осознать. И быть благодарны этой душе, с которой вы, по сути, договорились, чтобы она вам преподала такой урок, чтобы вы почувствовали. Как, например, если ребенок стоит и иголкой тычет в лягушку, родитель может подойти, взять иголку, тыкнуть иголкой в ребенка и сказать, вот ты чувствуешь боль, вот лягушка так же чувствует боль, ты ей так же делаешь больно. То есть появляется третий участник, и он показывает вот этому второму, который производит боль, что это больно. И ребенок, по идее, он должен быть благодарен родителю за то, что тот ему показал, что так делать нельзя. То есть вот те люди, которые нам причиняют боль в этой жизни, они, по сути, наши учителя, потому что они нам показывают, что вот ты себя так вел, вот так себя вести нельзя, для того, чтобы мы сделали какие-то выводы. Вот для чего они даны, эти люди. Если вы это принимаете, то ваша жизнь просто коренным образом меняется. И с мамой у меня очень холодные отношения, как будто с чужим человеком. Смотрите, это вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это вообще отдельный разговор, это разговор психотерапии. Да, то есть это идет проработка из определенной техники. Мокша, свабхава, есть техника прощения, поклонов родителям, техника намерения, техника зеркала. Вот эти все техники, они для того, чтобы человек вообще осознал, почему он с кем-то вошел в такие отношения, что ему нужно, какой урок ему нужно извлечь из этих отношений. Вот, поэтому мы сейчас, смотрите, вот, например, когда у больного что-то болит, например, живот, ему нужно вначале пойти на диагностику. Он идет, например, на МРТ или на рентген, да, где вот облучают и смотрят, что там в животе. То ли в кишках что-то застряло, то ли там печенка болит, то ли еще. То есть регрессия – это, по сути, анализ. Мы сейчас с вами берем диагностику, анализ и смотрим, а что было раньше, в связи с чем ваша жизнь вот такая. И когда у нас на руках есть анализы, результаты диагностики, тогда мы уже можем начинать лечение. Понятно. А зачастую, когда человек понимает, например, что в кишках застрял гвоздь, понимаете? Ну, он, допустим, пьет определенную там какую-нибудь жидкость, и этот гвоздь просто выскакивает, и все, и проблема решена. То есть может так случиться, что вы поймете процесс регрессии, осознаете, что вы, например, вели себя так, а теперь у вас это в обратку просто бумерангом пролетело. И вам уже никакая психотерапия не будет нужна, потому что вы это в процессе на автомате осознаете, и все. И у вас просто мировоззрение развернется на 180 градусов. Понятно. Поняли, да, смысл? Вот, значит, для чего это делается. Теперь технические моменты. Я вам проговариваю, мы с вами обсуждаем. Значит, смотрите, мы с вами сейчас, откручивая момент за моментом, вы будете попадать в какие-то моменты в своей и этой жизни, и прошлой жизни. И вот что касается этой жизни, у вас есть память. Ваша сейчас внутренняя, прикрепленная вот к вашему телу. Память, да, вы думаете, что у меня в мозгу есть память. И ваш мозг, ваш ум может начинать вас атаковать. Что, например, ты это фантазируешь, ты это придумываешь, да это не могло так быть, это было по-другому, да тебе кажется. То есть ваша задача просто нажать рубильник и выключить ваш ум беспокойный. Вы не должны делать никаких суждений, не то, что вы там это придумали, что вам это показалось, что вы тут сидите, лежите, что-то сочиняете. То есть ваша задача просто пересказывать, как будто вы лежите и смотрите какой-то фильм. А я его, например, не вижу. Вот вы сидите в наушниках и перед вами экран, а я за вашим экраном. И вы говорите, я сейчас вижу то-то и то-то, я делаю то-то и то-то. То есть вы мне рассказываете в настоящем моменте. Не в прошлом я ходила, я брала, я нюхала. А вот я иду, я взяла цветок, я цветок понюхала, я чувствую его запах. Вот в таком ключе. Все, что я вам говорю, вам понятно? Это самые важные ключевые моменты. Если вы их как бы примете, то все будет, ну все получится. Потому что есть люди, некоторые вообще негипнабельные, которые в принципе у них устроен ум таким образом, что он просто отвергает все на корме. Наша задача с вами отключить ваше физическое тело, чтобы оно не шевелилось, не крутилось, не дергалось, не елозилось. Если вы хотите в туалет, допустим, лучше вам прямо сейчас сходить в туалет, чтобы как минимум два часа вы чувствовали отключку физического тела, чтобы все ваше внимание сконцентрировалось на... Нет, я все нормально чувствую. И тогда мы с вами начинаем. Прямо сейчас вы начинаете глубоко дышать. Глубоко вдыхаете носом, глубоко вдыхаете ртом. Вот в таком ключе. Как будто вы зашли в сосновый лес и полной грудью вдыхаете в себя воздух. Но столько глубоко, настолько сильно, что все ваши нижние отделы груди, они раскрываются. Вы глубоко дышите, прямо вот что ваша грудь вздымается. И слушайте мой голос. Вы дышите. И фокусируйте ваше внутреннее внимание на кончиках пальцев ног. Как будто вы смотрите изнутри своего тела на пальцы. И пальцы ваши расслабляются. Расслабляются стопы. Расслабляются мышцы голеней. Расслабляются бедра, внутренняя поверхность бедер, наружная, боковая. Расслабляются ягодичные мышцы. Расслабляется паховая область. Услабляются мышцы живота. Если есть какие-то зажатости, мышечные спазмы, они размягчаются и расслабляются. Ваше тело расслабляется и готовится к отдыху. Расслабляются мышцы груди. Расслабляются мышцы плечей, предплечья. Расслабляются мышцы вдоль позвоночника. Расслабляются локти. Ладони. Расслабляются кончики пальцев рук. Вы глубоко дышите и слушаете мой голос. Будда, Будда, Будда. Открывает что-то Фаран Будда, Фаран Будда, Фаран Будда. И прямо сейчас вы визуализируете, Будда, Будда, что вокруг вас начинает формироваться некое защитное поле. Внутри которого вы лежите. Оно похоже на мыльный пузырь. Его оболочка переливается всеми цветами радуги. Вы находитесь внутри этого защитного поля. Никакие негативные воздействия не могут проникнуть и навредить вам. Миди, Миди, Миди открывает что-то Миди, 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 Гектус открывает что-то Гектус вверх, открывает что-то Гектус вверх, открывает что-то Гектус вверх, Миди, Гектус вверх. И прямо сейчас вы визуализируете, что у вас из зоны третьего глаза вверх начинает подниматься некая информационная воронка. Вы прямо представляете, вы фокусируете ваше зрение на области третьего глаза. И вот как вот есть в фантастических фильмах, такие, знаете, кроличьи норы. Например, когда вот герой попадает внутрь, и ваше сознание летит по такой трубе, она загибается какими-то зигзагами, и вы летите внутри, как если бы на водных горках вы когда-нибудь катались, вы внутри трубы летите вперед лицом. Вот вы летите по такой трубе, это информационная воронка, и она раскрывается, вы выходите, ваше сознание выходит в верхних слоях атмосферы. Ваше сознание попадает в информационное поле, общее вселенское подсознание. И вся необходимая информация о вашей этой жизни, прошлой жизни, вы воспринимаете через образы, через звуки, через запахи, через вкусы, через тактильные ощущения. И прямо сейчас вы видите себя в вашем теле, когда вы подключаете телефон, связь, и вы... Я вам сейчас покажу пример, как вы мне будете рассказывать, что вы говорите, я нахожусь в большой светлой комнате, с бежевыми обоями, в центре потолка хрустальная люстра, я ложусь на кровать с махровым покрывалом, укрываюсь одеялом, слушаю Юлин голос. Вот в таком ключе, в состоянии здесь и сейчас, вы мне будете рассказывать. Ваше дыхание спокойное, уравновешенное, нормальное. Мы сейчас откручиваем назад, и вы видите любой эпизод вашего вчерашнего дня. Где вы находитесь и что вы делаете. Вчерашний день. Первое, что вам всплывает? В туалете. Хорошо, в туалете. А какое сейчас освещение в туалете? Темнота или светло? Светло. Хорошо. Что вы видите прямо перед собой? Например, там дверь, раковина, монетаз. Какой перед ним? Телефон. Телефон. Угу. Хорошо. Как вы держите этот телефон? Как вы с ним взаимодействуете? В руках? В руках. Горизонтально. В какой руке вы его держите? В левой, в правой. Хорошо. Вы держите в правой руке. А теперь посмотрите на окружающие стены и скажите мне, какого цвета поверхность стен вокруг вас? Зелёные. 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 Угу. Хорошо. Отлично. Теперь мы с вами откручиваем назад. И вы видите любой эпизод прошлой недели. Любой эпизод прошлой недели, который всплывает, вы начинаете рассказывать, где вы находитесь и что вы делаете. Я нахожусь дома, вижу перед собой сына. Отлично. Смотрите на происходящее с позиции тела. Вы сейчас находитесь внутри вашего тела. И видите перед собой сына. Посмотрите вниз, вот вы сейчас в теле, посмотрите вниз на свои ноги и скажите, что у вас на ногах сейчас обуто? Домашь нет. Угу. Синего цвета. Угу. Какого цвета? Синего. Угу. Хорошо. На какой поверхности вы сейчас стоите? На полу, полинолеум. Угу. Какого цвета линолеум? Рыжий такой. Угу. Хорошо. Во что вы одеты? Начинайте обглядывать ваше тело снизу вверх. Вот взгляд скользит по голеням, по бедрам. Потом вы смотрите на свой живот, на грудь. Протягиваете вперед руки. Опишите мне вашу одежду. На мне домашнее платье бирюзового цвета. Отлично. Угу. Во что он? И все. Угу. Отлично. Теперь посмотрите на вашего сына и скажите, а во что он одет? Опишите мне его одежду. Полосатая рубашка. Угу. Разноцветная такая. Угу. Синими, с белыми полосками, с желтыми. Угу. Отлично. И штаны какие-то. Угу. Хорошо. Присядьте, пожалуйста, прямо перед ним на корточке и потрогайте ткань его штанов. Вот вы сказали, какие-то. Какие? Это джинсовая ткань, махровая, хлопчатобумажная, льняная. Клотные. Угу. Топлые, темно-синие. Угу. Хорошо. Хорошо. Отлично. Теперь вставайте обратно и попробуйте сделать вот что. Вот вы, который стоит перед сыном, так и остается стоять. Но наше тело состоит из многих слоев. И вот от вас как бы отделяется более тонкая субстанция, называется позиция наблюдателя. То есть если вы там стоите в своем, скажем так, астральном теле, то от вас отделяется фантомное. Оно более тонкое, более легкое. И вы как будто бы стоите в двух-трех метрах от себя и видите себя со стороны. Вот вы стоите в тапочках домашних синих, в бирюзовом платье, перед вами сын, в полосатой кофте. Получается у вас это сделать? Да. Отлично. Прекрасно. И вот смотрите, вы теперь в позиции наблюдателя можете, имеете возможность перемещаться в пространстве. Идите по комнате и подойдите к любому окну. Одно у вас окно в комнате, или два, или три. Подойдите к окну. Да, подошла. Отлично. И прямо сейчас выгляните в окно и посмотрите на небо. Каким вы видите сейчас небо? Голубое, с облаками. Небольшие облака, солнечно-яркий свет. Голубое небо. А теперь посмотрите вниз, вот, на уровень горизонта или на землю. И что вы видите внизу? Снег. Хорошо. Какой это этаж у вас? Второй. Куда окна выходят? Кроме снега вы видите еще какие-то другие объекты? Другие дома, которые соседние стоят. Площадки перед домом, прямо в магазине. Отлично. Видите ли вы какие-то движущиеся объекты? Может быть, люди какие-то ходят? Может быть, собака побежала, машина поехала? Дети гуляют на площадке. Прекрасно. Бабушки потихонечку передвигаются. Отлично. Вот смотрите, что вы делаете. Вот вы в позиции наблюдателя, стоите возле окна. И у вас есть возможность не только перемещаться в пространстве этой комнаты. У вас есть возможность даже вылетать. Вылетать наружу. И прямо сейчас вы делаете небольшое усилие воли. И вылетаете из стекла, из окна, на улицу. И подлетаете вот к этим бабушкам. И прямо становитесь рядом с ними. Лицо очень злое одной бабушки увидела. Очень неприятно. Ничего страшного. Встаньте рядом с ними. Там в двух-трех метрах. Где эти бабушки? Они стоят, сидят. Что они делают? Ну вот одна с клюшкой идет. Как раз ее я и напугалась. Она одна идет? Да. А, нет, она собачку с собой тащит. Она с собачкой. Собачка на веревочке? Да, да. Отлично. Так. Идите за этой бабушкой теперь. Идите за этой бабушкой. И представьте, у вас есть такой инструмент, как, вот как пульт от видеомагнитофона раньше было. Нажимаешь на кнопку перемотки, и движение начинает ускоряться. И герои такие, вот так вот по экрану ускоряются. И вот вы сейчас ускорьте эту бабушку. Представьте, что у вас у наблюдателя есть такой пульт. И эта бабушка быстро-быстро-быстро начинает перемещаться и куда-то идет. И вот скажите, она просто гуляет с этой собакой? Или она, например, в магазин идет? В магазин. В какой? Ну, рядом с домом, вот с моим стоит. Хорошо. А она заходит в магазин? Нет. Что она делает? С кем-то болтает. С кем? Еще одну бабушку встретила. Опишите, как она выглядит, эта бабушка вторая? Полноватая. Почему-то я визуально не вижу, а так вот. Полноватая женщина такая, ей тяжело ходить. Она уставшая такая, надоела. Хорошо. Смотрите, нам с вами очень важно, чтобы вы научились фокусировать ваше зрение и видеть максимально четко объекты. Смотрите, как это делается. Есть такое упражнение. Вы начинаете вычленять какую-то деталь, ту, которую вы видите четко. Вот, например, клюшку у бабушки. Вы увидели. Сфокусируйте ваше зрение на этой клюшке. Как она выглядит, эта клюшка. А потом переводите внимание на вот ту расклывчатую вторую бабушку. То на клюшку, то на бабушку. То на клюшку, то на бабушку. И вот эта вторая бабушка, она начинает четко проявляться. И вы прям можете разглядеть, во что она одета. Вы начинаете видеть ее лицо. Получается у вас это сделать? Ну, я понимаю теперь, во что она одета и цвета одежды, а лицо нет. Прекрасно. И смотрите теперь, как вы делаете. Вот во что она одета, например, у нее на передней поверхности одежды, например, пуговицы, или замок, или такие заклепки. Вот вы смотрите на них, а потом на лицо. На них, на лицо. Для того, чтобы это лицо проявилось. Получается у вас это сделать? Чтобы прям вы увидели это лицо. Хорошо. Так, теперь смотрите. Мы с вами откручиваем назад. И вы видите Новый год с 2020 на 2021. Любой эпизод. Может быть, это 31 декабря. Может быть, это 1 января. Какой всплывает у вас эпизод перед глазами? Где вы находитесь и что вы делаете? Нахожусь в своей квартире, стою над раковиной и мою посуду. Прямо сейчас вот вы руками держите какую-то посуду. Что вы держите? Стакан, кружку, тарелку, вилку? Тарелку. Какая вода? Холодная, горячая, тёплая? Какой вы её ощущаете? Нет воды. Я намыливаю её. Намыливается. Хорошо. Теперь смотрите. Тот момент, когда вы смываете тарелку водой. Какой вы водой-то делаете? Тёплой. Ага. Хорошо. Отлично. Чуть тарелочая, да. Отлично. Вот это средство, которым вы намыливаете, у него есть запах? Типа как там у Фейри, запах лимона или апельсина? Лёгкий запах. Какой лёгкий запах? Чем пахнет? Травой какой-то. Прекрасно. Замечательно. Сейчас я вам задам вопрос, и вам может прийти ответ, как мысль. Или как будто, знаете, у вас есть бенгальские огни. И как будто бенгальскими огнями вам ответ напишется на вашем внутреннем, скажем, обозрении. Прямо сейчас сколько времени, когда вы моете тарелку? Который час? 10 часов утра. Отлично. Какая дата? Какой день? 1 декабря. 31 декабря, 10 утра. Отлично. Теперь выходите в позицию наблюдателя. Вы как наблюдатель. Выйдите. И смотрите на себя со стороны. Получается у вас это дело? Да. Отлично. И смотрите, что вы теперь делаете. Прямо сейчас перед вами появляется такая же воронка, как вот информационная, по которой вы летели вверх. Это пространственная воронка. И вы влетаете в нее. Вы прям видите, как вы в нее влетели. Она похожа на, как трубочки слуховые у докторов, с двух сторон раскрытые. Вы вот в одну сторону влетаете. И вы сейчас летите туда, где находится ваш бывший муж. То есть это 10 утра, 31 декабря. И вы вылетаете с другой стороны, вот эти трубки, воронки, там, где сейчас находится он. Куда вы попадаете? В декабря. Он лежит в постели? Нет, он там со своей любовницей. Хорошо. Замечательно. Отлично. Отлично в том плане, что у вас получается перемещение. Сейчас мы с вами откручиваем назад. И вы видите любой эпизод вашей студенческой жизни. Может быть, это сдача экзамена. Может быть, вы получаете диплом. Может быть, это выпускной. Может быть, вы сидите на какой-то лекции. Любой эпизод, который у вас всплывает, вы начинаете рассказывать. Где вы сейчас находитесь и что вы делаете? Сижу на лекции, смотрю на какую-то книгу перед собой. Даже не лекция, это, наверное, нет там никого. Я что-то одна сижу в зале. Может быть, жду кого-то, не знаю. Но вот в учебном заведении. Отлично. Как лежит книга перед вами? Смотрите, смотрю книгу. Вы её в руках держите или она на парте лежит? На столе, да. Пожалуйста, попробуйте сфокусировать ваше зрение на книге. Что на ней написано? Что это за книга? Ну, это у меня идёт основа информатики. Отлично. Почему-то и биологии. Но это у меня, по-моему, такой... Ладно, всё, молчу. Так, смотрите, какого цвета книга, обложка книги в целом? Светлая, тёмная, синяя, красная? Общая. Она тёмно-зелёного цвета. А вы меня спрашивали про эту жизнь? Да, конечно, конечно. У меня не было ни такой книги, ни названия. Ничего сейчас вам говорится, ничего. Просто вот что вам идёт, вы мне это рассказываете. Тёмно-зелёного цвета, такие прям изумрудно-зелёного, ну, то есть такой. Хорошо. И вы видите буквы, да, какие-то? Да. Хорошо. Хорошо. Теперь поднимайте ваш угол обзора на горизонт и смотрите, что это за помещение вообще. Вам знакомо это помещение? Что это за лекториум или класс какой-то? Зал какой-то, зал, заседание. Хорошо. Вставайте, вы вставайте в теле и идите к двери в этом зале. Подошла. Открывайте дверь. Как вы её будете открывать? Дёргать или толкать? От себя отталкиваю, она тяжёлая, выше меня, а не какие-то прям до потолка практически. Какого цвета дверь? Томно-коричневая. Отлично. Выходите наружу. Куда вы попадаете? В коридор, где куча детей. Замечательно. Теперь посмотрите на свои ноги, что у вас на ногах одет. Смешные тапочки. Закруглёнными носами. Хорошо. Замечательно. Идите по коридору. Идите по коридору. И рассказывайте мне, что вы видите. Двери какие-то, окна. Что это за дети? Какого возраста? Мальчики, девочки? Ну, что-то я смотрю только на свои тапочки. Ну, как бы сгорбившись как будто. То есть вновь смотрю, и мне, честно говоря, даже неинтересно, что там. Нам это нужно. Это мне интересно. Вы мне рассказываете. Надо посмотреть это, да? Значит, смотрите, как вы делаете. Вы взгляд с ваших тапочек переводите на пол. По коридору. Каменный. Каменный, отлично. А потом поднимаете как бы ваш взгляд вверх, вверх. Угол обзора. И вот вы говорите, много детей. Вот вы сейчас можете уже их смотреть, видеть, как они ходят или бегают. Что это за дети? Мальчики там одни. Это гимназия. Отлично. Хорошо. Маленький. Отлично. Идите куда-нибудь, где есть лестница, например. Вниз ведет лестница или вверх идет лестница. Но есть большая лестница красивая. Так. И вот теперь начинайте спускаться или подниматься. Что вы делаете по этой лестнице? Ну, могу подняться, но мне это тяжело. Вот. Давайте спускаться. Спускаться можете? Я на первом этаже. А, вы на первом этаже. Хорошо. То есть это коридор, какие-то классы, да? Да. Ага. Хорошо. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Вернитесь в этот коридор, идите. И идите, например, вдоль одной стены и дергайте или толкайте двери, заглядывая во все кабинеты. Что вы там видите? Занятия проходят. Дальше идите. Во втором пусто, много книг. Что-то типа библиотеки. По-другому чуть-чуть сделано. Отлично. Дальше идите. В третьем нельзя заходить туда. Я знаю просто, что нельзя там эту дверь открывать. Почему? Там начальство сидит. Открывайте. Там очень много людей, мужчин. Что они там делают? Обсуждают что-то бурно. Заходите туда. Заходите. Заходите, и они вас не видят. Они вас не замечают. Заходите туда. Что они обсуждают? О чем речь? Я почему-то увидела Эйнштейна и засмеялась сразу. Так, что еще они обсуждают? Какой-то закон физики. Вы Эйнштейна увидели одного среди мужчин? Ну, я лица всех остальных, они просто... Ну, я понимаю, что это мужчины. А Эйнштейна я сразу увидела лицо. Хорошо. Хорошо. Выходите из этого кабинета, где там это начальство. А теперь попробуйте понять, где, например, вот в этом здании может быть зеркало. Есть тут зеркало рядом. Подходите к зеркалу и смотрите в зеркало. Кого вы видите? Бабушка. Пишите мне, как вы выглядите. Ну, очень седые волосы в кучу. Угу. Немножко неопрятные такие. Что вы там делаете? Вы там какой-нибудь, типа, уборщицей работаете? Или там на вахте сидите, всех пропускаете? Какая ваша задача? Что вы там делаете? Посмотреть себя в процессе работы. В процессе. Да, вот в библиотеке как раз книжки перебираю. Угу. Отлично. Замечательно. Теперь смотрите любой эпизод, когда кто-то к вам обращается по имени. Как вас звать? Марта. Угу. Замечательно. А теперь сделайте вот что. Увидьте момент, когда вы кому-то пишете письмо. Или вам, например, пришло письмо от кого-то, для того, чтобы мы увидели не только ваше имя, но и фамилию. Или отчество. Что-то я запуталась немножко. Мы сейчас с вами откручиваем в любой эпизод, где вот вы, бабушка. Может быть, это другой эпизод времени, да, жизни. Но вам приходит какое-то письмо, или вы отправляете письмо, для того, чтобы мы прочитали на этом письме, как ваша фамилия и отчество. Отчество Никитична. Фамилия Донцова. Донцова? Да. Отлично. И прямо сейчас увидьте себя опять рядом вот с этим классом. Вот с этим классом, где вот эти мальчики, откуда вы вышли. Я вам сейчас задаю вопрос, такой же, когда вы мыли посуду. И вам приходит ответ. Вы мне его просто озвучиваете. Какой сегодня день, число, месяц и год? 8 декабря 1785 год. Хорошо. Замечательно. И мы сейчас с вами откручиваем назад. И вы видите себя не в возрасте бабушки, а в возрасте, ну, скажем, женщины такой, лет 45-50. Где вы сейчас находитесь? Большой красивый дом. Но я там тоже прислуга. Живу в этом доме. Хорошо. Что вы делаете конкретно? За цветами ухаживаю в полисаднице. Кормлю животных. Выгребаю там, ну, ухаживаю полностью за ними. Тяжелая работа, странная. И по кухне, ну, такую черновую работу делаю, грязную. Я вам точно так же сейчас задаю вопрос. Какое сейчас число, месяц и год, когда вы занимаетесь вот этой работой и видите себя в процессе? Восьмое июня 1785-й. Хорошо. Угу. 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 Хорошо. А, и прямо сейчас мы с вами откручиваем назад. Вы видите себя в возрасте примерно 25-30 лет, когда вы такая молодая женщина. Чем вы занимаетесь? Угу. За мной ухаживает Барин. Угу. Угу. Я очень вся такая эмоционально возбужденная. Угу. 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 Как его звать? Евгений. Угу. Угу. Вы знаете, как его фамилия? Судаков. Угу. 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 Отлично. Что это за населенный пункт, где вы живете, где за вами ухаживают Барин? Как называется это место, где вы живете? Угу. 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 Я не пойму. Так. Смотрите, как мы сейчас с вами это поймем. Вот вы та, за которой ухаживает Барин, вот вы прям видите эту картинку со стороны, как наблюдатель. Выйдите в позицию наблюдателя и смотрите, как он за вами ухаживает. Что он делает. Ручку вам целует там, платочку вам на плечи одевает. Как эти ухаживания проявляются? Мы гуляем по парку, под ручку я его держу. Ага, хорошо. И вот смотрите, вы в позиции наблюдателя влетаете сейчас вот в эту трубу и вылетаете из этой трубы на дороге. Это большая дорога, которая подходит к вашему городу или к вашему населенному пункту, где вы живете. И перед въездом в любой населенный пункт всегда стоит столбовая табличка с названием населенного пункта. Там Москва, Рязань, Иванов, на которой написано, что за населенный пункт, куда мы въезжаем по этой дороге. Как называется город этот или деревня? Станция Петрухина. Отлично. Московская область. Московская область? Где сейчас? Ага. Вот то место, где вы гуляете с этим барином, называется станция Петрухина? Я правильно вас поняла? Нет. Это сейчас. Так. А тогда это назывался новой урингой. Ага. Так. Хорошо. Хорошо. Отлично. Теперь вы возвращаетесь вот к этому барину. И расскажите мне, что у вас за отношения вообще. Вы молодая незамужняя женщина или, может быть, вы там замужем, а он за вами ухаживает. Как это все происходит? Что он хочет вообще от вас? Я не здесь жила, я приехала сюда, и мы познакомились недавно. Он хочет забрать меня к себе, в свой дом, и сделать хозяйство. Это как он говорит. Я смеюсь в ответ. Угу, так. Вы... Я простая. Ага. Ага. Угу. Хорошо. У него есть жена? Дети нет. Он не замужен? Ой, не женатый? Был когда-то. Угу. Был когда-то. Посмотрите его жизнь. Вот так же у вас есть возможность перемещаться и посмотреть на его жизнь. То есть с позиции наблюдателя. Как будто вы летите в пространстве и видите, как он живет со своей семьей. Дети, жена, все вот это вот. Насколько он счастлив? Почему он был когда-то женат? Из-за чего они раздались? Почему они раздались? Молодая совсем девушка. Угу. Так. Он здесь какой-то с ней рядом грустный и понурый. Угу. Она не хочет отношений с ней. Их как будто заставили. Заставили. Угу. Почему-то 18. 18. Почему? Угу. Почему-то 18. 18. Так, хорошо, теперь возвращайтесь к себе, к себе и откручивайте назад и смотрите свою жизнь в возрасте примерно 16, 17, 18 лет. Где вы живете и чем вы занимаетесь? Сижу, что-то шью. Что это место, где вы шьете? Это дом или какой-нибудь там... Изба. Изба. Это изба ваших родителей? Нет. А в чём это место? У меня нет родителей, я живу с бабушкой. Угу. Хорошо. Смотрите, как дальше разворачиваются события вашей жизни. То есть вы живёте с бабушкой. Ну, я говорю, что она злая ведьма и я от неё сбегаю. Ага. Куда? В лес. По дороге в город, ведущий. Ага. Хорошо. Вернитесь, пожалуйста, к бабушке. Посмотрите, за что вы её называете злой ведьмой? Что она такого делает по отношению к вам злого, чтобы вы её злой ведьмой называли? Бьёт меня по щитам и за луста. А что? Что вы сделали не так? Заставляет меня есть из кошачьей плошки. А за что? Чем вы провинились, что она вас заставляет из кошачьей плошки? Что-то связанное с женскими половыми органами. Смотрите. Раскрыто там всё. Что это значит? Нагуляла. Ага. То есть вы как молодая девушка нагуляли, и бабушка вас за это бьёт и говорит, что нагуляла, да? Да. Ага. Так. Теперь откручиваете назад и смотрите, как это происходило, с кем вы нагуляли. Мужчина взрослый. А вам сколько? Но не 17. Ага. Вам 17 лет, а он взрослый, да? И он 45. Ага. Как его звать? Евгений. Ещё раз? Евгений. Угу. Ну это другой, да, Евгений? Не тот барин. Правильно я понимаю? Не тот. Ага, другой. Ага. Хорошо. А кем он вам приходит? Просто посторонний мужчина? Где вы с ним познакомились? Как это произошло? Что-то типа кафе, если по-современному. Ага. Парк. Ага. Трактир, скорее всего. Что-то в этом доме. Ага. А что вы там делали в этом месте? В этом трактире. Убирались? Да. Ага. Так, понятно. И вы убегаете от бабушки в город. Правильно? Да. Угу. Называете её злая ведьма, убегаете в город. И в городе, как вы, куда вы попадаете, как вы в городе обустраиваетесь, скажем так? Убегаю беременной. Угу. Убегаете беременной. Так. И что дальше случается? Вы рожаете ребёнка? Нет. А что случается с ребёнком? Аборт. А как этот аборт происходит? Поветуха вообще. Угу. Угу. То есть это ваше осмысленное решение. Вы идёте к поветухе, она делает аборт. Правильно? Пи-пи. Угу. Понятно. Хорошо. Так. Теперь. Смотрите дальше, как ваша жизнь складывается вот после этого. Где вы живёте? Что едите? То есть каким образом вы на жизнь, скажем так, зарабатываете? Блудный дом. Угу. Прямо так и называется, да, блудный дом? Магнелия. Магнелия? Да. Угу. И, соответственно, там соответствующей деятельностью, да, занимаетесь? Нет. Не знаю. Что-то. Ещё раз? Пойду домой. Угу. Домой хотите. Что вы чувствуете? Почему вы домой хотите? Плохо-то. Плохо? Что именно плохо? Используют меня. Угу. Мужчины, да, соответственно? Да. Вы там вынуждены находиться, потому что вам некуда идти? Или вас там принуждают, ну, как бы держат вас в затворницах? Как это происходит? Очень хитро всё сделано. Как? Расскажи. Не могу уйти оттуда. Почему? Хозяйка меня прикормила. Угу. Угу. Так. И как вы встречаете вот этого барина, который вас хочет забрать к себе? Я уехала оттуда. Куда? В другое место. Ага. В какое? Что это за место? Ну, вот Новый Уренгой называется. Угу. Новый Уренгой? Новый Уренгой. А, Новый Уренгой. Ага. А вы уехали туда к кому-то? Или просто, ну, сели и поехали? На чём мы поехали? На поезде, на лошади там? Как это происходило? На санях. Угу. Вы ехали туда просто, ну, скажем так, куда глаза глядят? Или вас туда кто-то пригласил, ждал вас? Пригласил. Кто? Барин. Вот этот, Евгений. Нет. Другой. Его отец. Ага. А зачем отец пригласил? Для каких целей? Как содержанку. Угу. Как содержанку, получается, тоже для интимных, скажем так, путев. Ты будешь обслуживать только меня, и не будет у тебя такого, ну, не будет много, грубо говоря. Ага. Много мужчин. Да. Так. И вам такая перспектива, ну, показалась лучше, чем... Да. Ага. Посмотрите на себя, как вы выглядите. То есть вы молодая, красивая. Сколько вам примерно было? 35 где-то. А. Ну, то есть это уже, как бы, ну, не молодёжь, получается. А барин взрослый, барин старый, как он выглядит? Барин основной старый, 74 года. Ого. Понятно. 74, а вам 35. А Евгений Судаков, это его сын, получается? Знакомый. А, знакомый. Так. И вы ему понравились, правильно? Да. И что? И он вам говорит, поехали со мной, я тебя отсюда заберу. Будешь со мной жить? Это флирт. А, это флирт. Не по-настоящему? Нет. Ага. Так. А вы это понимаете, что это флирт? Да, и подыгрываю ему. Как дальнейшее развитие событий, как происходит? Как вы живёте в этом новом Оренгое с этим старым барином? Как ваше вообще эмоциональное состояние в целом? Худручающее. Угу. 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 Почему? Он вам не понравится? Если я буду ругаться, ничего? Ну, старайтесь не ругаться. Ну, скажем так, обтекаемый. Он очень редкостный такой вот нехороший, так скажем, человек. Очень редкостный, нехороший человек по отношению ко мне. Ага, ага, понятно. Так, в чём это проявляется? Он палкой своей меня тычет. Ага. Острой палкой. На конце там как такая, как у лыжной палки такие вот бывают острые штуки. Угу. Он издевается. Ага, он издевается. А вы вынуждены это терпеть и там жить, да? Ну, нет, я могу уйти. Так, и что, вы уходите? Да. Куда? В другое село. Ого, что вы там делаете? Полы моют. Угу. Так. Так, и постепенно, то есть вы вот занимаетесь вот этой тяжёлой работой, то, что вы говорили, животные какие-то там, растения поливаете. А потом уже... Это третье место. Это третье место. Ага. А потом уже становитесь совсем старенькой бабушкой в смешных тапочках и начинаете работать вот в каком-то учебном заведении, да? Да. В библиотеке там сидите, книжками занимаетесь? Пыль. Ну, пыль с кружочкой. Да. Хорошо. Крутите вперёд. А, нет, давайте посмотрим, а где вы живёте, вот когда вы занимаетесь вот этими книжками в библиотеке? Это Москва однозначно. Это Москва. И как вы туда попали? На поезде. Приехали. Сели на поезд-то, приехали? Ага. Так. Угу. Моя сестра живёт. Она меня позвала. Угу. А вы живёте у сестры? Нет. А где? В какой-то маленькой коморке. Угу. Угу. В этом же самом, да, заведении? В маленькой коморке. У них есть какая-то пристройка. Ага. Вы там одна живёте или ещё там кто-то живёт? Одна. Угу. Понятно. Хорошо. Теперь крутите вперёд и смотрите вот с этого периода, когда вот вы в этой библиотеке там пыль вытираете, и до конца вашей жизни. Происходят ли ещё какие-то события в вашей жизни? Очень значимые события с каким-то большим мужчиной, большим человеком. Что это за события? Мой сын. Так. И давайте их посмотрим, что это за события, что там происходит. Когда вы его успели родить и от кого? Евгений. Тоже звать Евгений. Угу. Так. От кого вы его родили? Который клеился. А, который клеился вот в этом саду, где вы гуляли в парке. Нет. И назвали его в честь отца Евгения? Нет. А как сына звать? Мурат. Угу. Почему вы так его назвали? Это русское имя? Зимбекович вообще какой-то. Мурат Зимбекович. Спрятать его по телу. Спрятать. А вот у этого сына вашего, вот вы его когда родили, где вы в этот момент жили? Кто вас обеспечивал в этот момент? Ну, я его в лесу родила. Ага. Вы его родили в лесу, и как потом вы, ну, с ребенком же жить, это же гораздо сложнее, чем в одиночестве? И попросилась кому-то на постой. Угу. И работала потом. То есть работали и попутно его воспитывали, получается? Нет. Я отдала сразу на воспитание у него. Кому? Тетке. Своей? Нет. А, какой-то посторонней женщине? Да. Которая детей хотела? Нет. А что за тетка? Мимо шла. Вы сказали, вот у меня ребенок есть, и мне нечего с ним делать, да? Возьмите его себе. Деньги дай. Хорошо. То есть как будто бы продали, получается, его. Да? Да. Ага. Так. И вы потом с ним каким-то образом встречались, пересекались с этим сыном? Я знаю, где он живет и что он живет, все хорошо. Ага. Вы с ним пробуете установить какие-то отношения? Или он живет как сын вот этой женщины? Он далеко от меня. Ага. А откуда вы знаете, что у него все хорошо? Они обеспеченные люди. Ага. Понятно. А какие события тогда происходят? Вы говорите, высокий мужчина, мой сын. Какие происходят события, связанные с ним? Он вас находит или что? Да. Как это происходит? К маме обратился. Он, наверное, к своей, получается, маме обратился. Угу. И она ему рассказала. Нет. Кто-то другой наболтал. Угу. Угу. Так. И он решил вас найти. Да. И нашел в результате? Да. И как встреча происходит? Смотрите этот момент встречи. Мне стыдно смотреть на него. Он уже взрослый, представительный такой, с бородой. Угу. По 2 метра высотой, даже больше. Угу. Очень такой здоровый. Угу. Вот. Он как будто такими глазами смотрит. Как будто маленький он. Угу. Ну, как вот собачонка иногда смотрит на хозяина. Угу. А мне стыдно. Я голову вниз наклоняю в пол. Угу. 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 Уходи, говорю я. Что ты на меня смотришь? А он? Я к тебе пришел познакомиться. Угу. Зачем? Угу. Не видел бабушек старых. Ты моя мама. Зачем ты так говоришь? Угу. Уходи. Угу. И сама разворачиваюсь и иду от него. Угу. Я не хочу тебя видеть. Вы ему говорите? Угу. Да. Что он чувствует? Растерянность. Угу. Он меня останавливает и говорит, пойдем домой. Угу. Я не хочу. Угу. А почему вы не хотите? Меня устраивает моя жизнь. Угу. Я ей заслужила. Вы ее заслужили? Да. Угу. Меня никто не обижает, не прислывает. Встает. Угу. Меня кормят и поят. Угу. И что, он уходит? Нет. А что он делает? Падает на колени. Угу. Целует на их руки. Угу. А мне противно. Что это он такой барин, целует мои руки, которыми я полы мою. Угу. 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 И как дальше? Вы с ним взаимодействуете, общаетесь? Не хочу. Не хочу. Угу. Но он приходит иногда. Письма приносит. Угу. Угу. От кого? От себя. Угу. Вы умеете читать, да? Да. Угу. И что он вам в них пишет? Как он меня любит, как он меня ждет. А вы не отвечаете? Жгу. Жгу. Сжигаю письмо. Так. Что дальше? Хворь меня охватила, но я этого сама хотела. Угу. Какая именно? Что-то типа паралича, позвоночник вставало, и я лежу. Угу. К вам кто-то приходит? Мухи летают вокруг. Угу. Гадкое какое-то место. Не знаю. К вам кто-то приходит, за вами ухаживает, или вы в одиночестве так и лежите? Врач иногда заходит, жива ли я смотрит. Ага. Ну, а вы едите, пьете, ходите в туалет. Как ваше? Ничего не хочу. Ничего не хотите? Нет. Ага. И что дальше? Сын зашел. Угу. А вы разговаривать можете? Чуть-чуть. Угу. Что вы ему говорите? Не надо ко мне ходить. А он говорит, мама, прости меня. За что? Я плохой сын. Угу. Он не удержал тебя. Не знаю. Угу. Угу. А какое у вас внутреннее вообще состояние, ощущение? Вы... Вам стыдно за то, что вы его отдали? Или он вас раздражает своими приходами? Какой у вас эмоциональный фон от вот этих вот? Очень сжато что-то в области груди. Очень сильно сжато. Как будто я боюсь это отпустить, выпустить или раскрыть. Прям комок такой. И вот как будто вот реально меня всю сковало, все мое тело злобой. Угу. На кого? Ненавижу я просто. Мужиков, мужчин. Из-за того, да? Из-за всей вашей вот этой жизни, по сути, они вас использовали всю жизнь. Да. И вы на сыне как бы отыгрываетесь. На том, кто любит вас действительно бескорыстно и желает с вами бескорыстного общения, ему же от вас ничего не нужно. И вы на него это, по сути, зловой плёцки видите. Да. Ага. Понятно. Что дальше случается? Всё, я улетела. Вы умерли? Да. Ваше тело умерло? Да. Куда вы, как душа, выходите из тела, и куда вы двигаетесь, куда вы летите? В светлую комнату. Угу. Что это за комната? Ну, это не комната, это пространство какое-то белое. Угу. У меня там легко. Хорошо. Как вы себя там ощущаете? Вы чувствуете, что у вас есть руки, ноги, тело? Или это просто как сгусток разума? Ну, сгусток невесомой, ну, как невесомость. Угу. Кем вы в этот момент себя осознаёте? Вы осознаёте себя вот этой женщиной, которая прожила? Или вы понимаете, что вы, ну, не женщина, а как бы бессмертная душа? Какой у вас? Я думаю, душа. Угу. Находясь в этом состоянии, есть ли у вас возможность осознания того, что вы много-много раз уже рождались, умирались, рождались, умирались? Или вы только помните свою прошлую жизнь, когда вы вот этой женщиной прожили, Марфу? Много жизней впереди. Впереди, а сзади? Тысяча восемьсот. Тысяча. Запуталась. Вы в этом состоянии, вот в этом светлом пространстве осознаёте, что до Марфы вы ещё кем-то были, ещё кем-то были, ещё кем-то были? Много раз. И вот теперь вперёд. Вот в этом пространстве вы понимаете, что вам придётся опять рождаться кем-то? Нет. Я не хочу туда. Вы не хотите туда? Нет. Есть ли кто-то, с кем вы, может быть, там встречаетесь, общаетесь, проговариваете какие-то условия дальнейшего перерождения? Мне хочется общаться только с одним. Это как мужчина, ну, как бог, вот как папа, что ли, вот я не знаю. Ну, какой-то мужчина, в общем-то, такой вот. Так. В этом пространстве он как проявляется? Ну, он сидит как на облачке, как будто я его издалека чуть-чуть так вижу. Так. Спросите его, что со мной дальше будет? Ты умрёшь ещё несколько раз. Угу. А потом? Впереди большая дорога. Угу. Спросите его, какая у меня вообще цель на будущее? Все вот эти вот жизни, смерти. Что мне нужно понять? Полюбить себя такой, какая есть. Угу. Принять своих детей. Угу. Завести потомство и вырастить его. Угу. Перестать ненавидеть мужчин. Угу. Заключить договор с китайцами. И сделать добро миру. Заключить договор с китайцами по поводу чего? Там вражда идёт. Ага. Так. Интересно. И ещё вы обсуждаете что-то? Что-то важное, ключевое, то, что нужно упомянуть? Нет. Это всё. Можно спросить ещё что-то. Спрашивайте. У вас есть что спросить? Зачем я сегодня здесь? Угу. В этой... Как сказать? В этой жизни. Угу. Любить. Угу. Угу. Теперь давайте смотреть, что дальше с вами как в душе происходит. Как вы перерождаетесь и новое воплощение получаете? Как это с удовольствием? Девочка, это вот как раз какая-то узкоглазая, скорее всего, что китайц. Угу. Ну, маленькая девочка. Так, то есть вы видите себя сейчас маленькой девочкой, да? Вот, вроде бы, по три. Угу. Так. Так, вы видите своих родителей? Нет, папы нет давно. А что с папой? Умер. Угу. 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 А кто вас воспитывает? Мама. Что у вас за семья? Ну, вот, мама. Бедная обстановка, богатая. Кто вы вообще? Какое у вас социальное положение, скажем так? Ну, вообще, мы сейчас в поле, где куча палаток разных. Угу. Так. Что это за палатки? Военные какие-то? Ну, да. Что-то, ну, даже не военные, а как вот лагеря, что ли, какие-то. Угу. Времени. Как ты, усиленцы. Так. А какой год сейчас? 85-й. 85-й? Да. 85-й, 1885-й? 1785-й. Нет, не так, что-то. Вы постоянно называете этот год? Вы постоянно называете год? Вы третий раз уже называете этот год? Я не знаю. Угу. Мне интересно, почему он вам идет. Так, смотрите, что вы сейчас делаете. Вы откручиваете назад и попадаете опять в это белое пространство. И обратитесь вот к этому мужчину, который, вы сказали, на Бога похож. И спросите его, почему я постоянно называю 1785-й год? Что за события у меня связаны с этим годом? Убила себя. Когда прямо сейчас вот из этого белого пространства, вот вы сейчас в нем находитесь, мы открываем перед вами дверь. Прямо перед вами сейчас возникает дверь. Вы закрываете глаза и открываете дверь с закрытыми глазами, на себя толкаете или от себя и оказываетесь в той жизни. 1785-й год. И вот сейчас вы открываете глаза. И вся эта обстановка проявляется. Вы оказываетесь в этой жизни, в этом моменте. 1785-й год, когда вы убили себя. Что это происходит? Как это происходит? Кто вы? Почему вы это сделали? Я женщина. Сейчас нахожусь в каком-то помещении, и вокруг много крови. И я вся в крови. Но я при этом живая, и мне как бы даже не особо больно. Ну, то есть повреждений на мне как-то целых нет. А чья это кровь? Молоденцев. Что за младенцы? Купила их на рынке. Купили младенцев на рынке и убили. Разорвала от плочья. А почему? Сердце съесть хотела. Вы это сделали? Да. Для чего? Что? Для чего вы это сделали? Смысл? Безумное. Психическое сумасшествие, да? Да. Крутите назад. И там, я еще скажу, там много тел лежит. Они свеженькие или какие-то уже там... Воняет сильно. Тухлядиные. То есть уже такие? Разные. Разные. А что это за помещение? То есть это ваш дом получается? Куда вы их приносите? Да. Ага. Так. Теперь крутите к тому моменту ключевому. Попадайте прямо сейчас в ключевой момент. В связи с чем вы это делаете? Меня очень сильно бьет отец. Так. И бьет меня прямо по голове со всей дури. Угу. Непригода. Рассказывайте. Его убивает моя мама. Вы это видите? Нет. Угу. Откуда вы знаете, что она убивает? Слышу. Ага. Она за это его убивает? За то, что она бьет вас по голове? Да. Так. У вас в результате ударов получается психическое отклонение в развитии? Не совсем. А из-за чего? Родилась такой. Родилась такой. Отец из-за этого бьет по голове? Потому что вы его раздражаете? Потому что такая родилась? Нет. А по какой причине он вас бьет по голове? Деньги украла. Деньги украла? Да. В три года украла деньги? Нет. Деньги украла. Поясните. Вытащила у него из кармана. Да. Забрала себе под подушку. Ага. И он нашел? Нет. Мама нашла и отдала ему назад. А он взбесился? Да. А вы, получается, с рождения, с психическим отклонением? Ну, такая легкая какая-то вся. Что это значит легкая? Ну, как дурочка какая-то такая. Мне хорошо внутри. Ага. Так. Мама убивает отца. Дальше что происходит? Как ваша жизнь развивается? Прямо запускайте вот этот вот ускоритель, чтобы вы могли проанализировать, как ваша жизнь развивается. Меня воспитывают в учреждении специально. Ага. Так. Постоянно запирают. За провинности. Ага. За какие? Украла что-нибудь. Стащила под подушку себе положила. Ага. Так. Это все продолжается многократно. Ага. Дети вокруг какие-то прыгают. Много детей. Ага. Такие, да, тоже с отклонениями психическими? Нет. Нормальные? А, разные? Это типа детдома. Детский дом. А, детский дом. Меня задирают и всячески хамят мне. Я унижена постоянно. как оскорбляет. Потом я ухожу оттуда, потому что я уже большая. Ага. Начинаю шастать по домам, просить помощи. Мне ничего не дают. Вы девушка, да, девушка? Или женщина? Как? Сколько вам лет сейчас? 20 лет. Ага. Так. Не дают. А где-то? Ну, мне также мужчины берут, когда хотят. Я начинаю рожать детей. Угу. Так. А где вы живёте всё это время? На улице. Ага. Начинаете рожать детей. Куда вы их деваете? Убиваю. То есть родила и убила? Нет, не сразу. Вы их кормите? Нет. А сколько дети живут, что вы их убиваете, но не сразу? Через сутки, через двое? Они же от голода обессилят. Год-два. А как вы их кормите, этих детей? Чем попало? Чем попало? Они мне как помогают пищу добывать. Я с ними сижу, попрощаюсь. А, всё, поняла. Поняла, поняла. Угу. Так. А потом, когда уже становится более-менее взрослым, вы его убиваете, да? Да. Угу. И рожаете нового? Да. Угу. От кого? Или подбираю где-то. Или подбираете? Угу. Да. Всегда рожаю. Угу. Угу. Так. И как вы доходите до такой жизни, когда вот мы с вами видим момент, что вы там купили ребёнка на рынке и убили его и съели сердце? Что? Я их ворую, я не покупаю. А, воруете, воруете. Да. А что это? Это младенец новорожденный или какой-то взрослый? Нет, это маленькие дети. Они ходят, везде гуляют. Угу. А теперь прислушайтесь к вашим, ну, так или иначе, внутренним пониманиям и убеждениям. Для чего вы это делаете? Какая цель? Я ненавижу отца. А почему вы мстите детям? Причём тут отец? Мне задирали. Ещё раз? Они меня задирали. А, ну, задирали же другие дети. Почему вы этим мстите? Как вы себе это объясняете? Это их дети. А, это их дети. Я правильно понимаю, что вы определённых детей вылавливаете? И им как бы... Всех подряд. Это у меня общее, что они это всё просто дети. Всё, я понимаю. Дети, что там были дети, что сейчас дети. Это всё просто дети. Всё, я поняла. Так, хорошо. И теперь смотрите момент. Вот вы сказали, 1785 год. Момент, когда вы себя убиваете. Как это происходит? Ныряю в омут. В омут? Да. Слова какие? Что такое омут? Как воронка какая-то чёрная. Страшно там. Как гнезд? Я даже не знаю, что это. Что-то типа гнезда. Куда-то ныряю головой прям вперёд. А, типа болото какого-то? Нет. А что за омут? Омут с головой, говорят. Да. Так. А, это петля. А, петля. Да. То есть вы повесились? Нет. А что? Я задушила себя. А как? Каким образом? Как будто между стенами, ну вот, верёвка натянута, и я посередине этой верёвки. То есть не с потолка спускается, а между стенами натянута как-то. Так, понятно. И вот когда вы это делаете, какое ваше психическое состояние в этот момент? Побыстрее будете из этой жизни отсюда. Вы отдаёте себе отчёт во всех ваших действиях, вот что вы делали, там, детей убивали. Да. Вы это делали в осознанном состоянии, то есть мстили, или вы это делали, потому что у вас психическое отклонение? С наслаждением очень прям аж во рту всё прям, слюна течёт сладко. Вот, вопрос ещё раз. Отдаёте ли вы себе отчёт? Отдавали ли вы себе отчёт, когда этих детей убивали? Нет. В осознанном состоянии, или потому что у вас психическое отклонение? Психическое отклонение. То есть есть убийцы, которые убивают в состоянии, скажем, аффекта, не понимая, что они делают, а есть те, которые как маньяки, они знают, они идут, они продумывают, то есть они наслаждаются процессом. Нет. Аффект. Так. И вот смотрите, вот когда вы в эту петлю, когда вы удушаете сами себя, теперь смотрите с позиции души, что дальше происходит. Куда улетаю? Улетаю далеко. Вверх тоже? А вот что-то типа такого же туннеля чёрного, да, куда-то кверху. Вверх, не вниз, не вниз, вверх. Да. И где вы оказываетесь? Ну вот до сих пор пока ещё там. В туннеле. Как застряло. Как застряли. То есть у вас ощущение, что вы застряли в этом туннеле? Я конца не вижу и края как бы. Там, пожалуйста, всё. Так. И чем это заканчивается? Родами. Меня рожают. Рожает та женщина, про которую мы предыдущую жизнь смотрели? Или вы в какой-то другой жизни оказываетесь? Я сама по себе. Что это значит? Не знаю, куда я иду. Расскажите мне так, чтобы я вас поняла. Я не понимаю, какую жизнь сейчас идёт речь. Посмотрите на себя со стороны. Вот та жизнь, когда вы увидели себя бабушкой, женщиной, которая там за животными ухаживала, потом девушка 17-летней, которая из дома убежала. Это эта жизнь? Нет, это перед ней. А, перед ней. Вот давайте её посмотрим, что это за жизнь была. Даже не хочется. Ну, посмотрим. Там как собака, что ли. Не человечья. То есть вы после этой жизни, когда вы убивали детей, вы родились с собакой? Нет. А, всё, я поняла. Жизнь не человеческая, как собачья жизнь. В чём это проявляется? Ай, в углу где-то на тряпках живу. Так. Будучи ребёнком, да? Нет, уже взрослые. Сколько вам лет сейчас? 15. Вы кто? Девочка, мальчик? Девочка. И что это за место, где вы живёте, как собака на тряпках? Отчий дом. Отчий дом. У вас... Где ваши родители, чем они занимаются? Почему вы в таком положении на тряпках? Отец торгует, мать умерла. Так, чем отец торгует? Наркотиками. Как эти наркотики выглядят? Зелёные какие-то буханки. Почему вы решили, что это наркотики? Вы понимаете, как они действуют? Нет. А почему вы решили? А, трава. Так. Люди курят её и хмелеют, хохочут. Ага. А какое у вас... Ну, какое у вас народность, скажем? Русская вы там или... То есть вот мы начали смотреть, когда вы родились с китайской девочкой, а потом вернулись, здесь у вас какая народность? Кто вы? Индус. Индус? Да. Круто. Так. А вам 13 лет, вы сказали. А до этого, посмотрите, вот от момента рождения, когда вы родились, и до 13 лет, как ваша жизнь развивается? Мама в 6 лет умерла. Когда вам было 6 лет, мама умерла. И с 6 до 13, как ваша жизнь складывается? Меня использовали как хотели. В сексуальном плане? Во всех. В каких во всех? Как тряпку. Что это значит? Брали меня всю. Целиком. Как дитя. Непорочное. И что хотели, то и делали. Например, что? Проговорите. Ну, в рот мне вставляли все. И в попу, не хочу я говорить. Понятно. Ну, я имею в виду сексуальное домогательство. Да. Угу. Так. И это вплоть до 13 лет? Каждый день. Угу. Так. Что дальше происходит? Я убегаю оттуда в 16 лет. Угу. Куда? Не пойду. В лес куда-то. Угу. Бабушку какую-то. Ну, добрая какая-то она такая вся. Теплая. Угу. Во что вы сейчас одеты? Во что вы одеты? Вот вы говорите... Трепье какое-то рваное. Ага. А бабушка? А бабушка одета богато. Вот в саре, да? Так, как искали тренингер. Но она не бабушка, это женщина в возрасте. Угу. В лет 60, да? 56. 56. Угу. Так. И что она вас к себе берёт? Нет. А что? Она меня учит жить. Как? Говорит со мной. Угу. Как будто она что-то типа монахиня, что ли. Ага. Вы рассказываете про вашу жизнь? Ну, вот про... Нет. Нет. Мне стыдно. Стыдно про свои злоключения. Угу. Так. Дальше что происходит? Я захожу в дом. В чей? В большой дом. Но это вот монастырь. Угу. Так. Она меня привела, и я туда заходила. Я там живу. Угу. Как вам там относятся? Ну, так по-разному. Холодно. Мне холодно самой. Ноги постоянно. А пол холодный, там каменный. Да, да. Их постоянно мёрзнут ноги. Угу. Я имею в виду, как к вам относятся эмоционально? И что вы там делаете? Богу молитесь? Или как послушница там по хозяйству всё помогаете? В чём... Свечки убираю. Свечки убираю. Эти агарки. Ну, агарки отключаю. Так. Порядок ввожу опять. Угу. Цветы там старые убираю. Угу. Вот. Но новые мне не дают вешать. Это, ну, не для меня. Да, понятно, конечно. Так, а расскажите мне, пожалуйста, поподробнее. Вот вы говорите, это храм, и это Индия. А как он выглядит, этот храм? Кому там молятся? Очень. Очень белый, снаружи. Так. Красивый очень. Ага. На горе. Угу. Смотрите, вы видите, каждый храм посвящён какому-нибудь богу. Там одни мужчины почему-то. Одни мужчины? Да. Может, это мусульманский храм? Нет. А какой? Индуистский? Будда. Будда? Да. Вы уверены? Да. Так. И вот скажите, вот когда вы туда попали, раз уж вы нос к носу столкнулись, вот, ну, с богом, да, задаёте ли вы ему, скажем, вопрос? Там, бог, господь, Будда, вот почему у меня такая тяжёлая жизнь? Почему со мной, почему у меня такая судьба? Почему вот надо мной так издевались с моего детства и до этого момента? Отрабатываешь все свои грехи. Это вам такой ответ приходит? Это люди говорят. А, люди говорят. А люди откуда? Суждение. Но вы им рассказали в результате про свою жизнь? Да. То есть вы им рассказали про своё детство и как вас... Как вас эксплуатировали, скажем так, и они говорят, отрабатываешь свои грехи. Да. Это монахи говорят. Да, монахи. Вам как это знание откликает? Вы согласны с этим или вы категорически не согласны? Обижаюсь. Обижаетесь? Не верите в это? Зла на них. Зла на монахов. То есть вы думаете, что они вас обманывают, когда такое говорят? Ну, дурь какую-то несут. Ага. Так. Так, и дальнейшее какое развитие событий? Что дальше происходит? Я улетаю. Куда? В другое место. В смысле улетаю? На чём улетаю? Ухожу, видимо, из жизни. А, умираете. Умираете. Подождите. Посмотрите, как это происходит. Если вы умираете. Как это случается? В колодец. Вы самоубийством жизнь заканчиваете? Прыгаете в колодец? Это колодец с питьевой водой? Да. То есть вы прыгаете в колодец головой вниз так же? Да. Так, пока не улетайте. Смотрите, вас находят, ваше тело находит? Когда начинает пахнуть. Так, и как они реагируют на это? Ну, на что именно? Ну, такая вода считается осквернённой. Ну, не просто... Ну, они её пили, её пили. Всё это время они её пили? Да. А вот когда вас нашли, что они дальше делали? Как будто разорвали от меня в плане тела. Как будто на части это разорвали и по ветру пустили. А что значит по ветру пустили? Сожгли, наверное. А, сожгли. Посмотрите, вы видите момент кремации? Нет. Посмотрите, что их с вашим телом происходит. Это не сожгли. Нет. А что? Ну, потому что гниёт всё где-то, как будто отброс какие-то, не знаю. Тело достали из колодца? Да. А, они... Закрыли. Ещё раз. Голодец закрыли, не стали больше им пользоваться. А вот, меня это и интересовало. Они его закопали? Да. И вырыли новый? Нет. А что? Где они воду стали брать? Пользовались старым, ещё один был. А, ещё один был. А этот закрыли? Да. То есть, достали тело и колодок закрыли? Да. Так, хорошо. Теперь с позиции души. Смотрите. Душа поднимается вверх. Да, опять-таки. Да. Куда попадаешь? Опять хорошо и чисто. Так, встречаете ли вы на этот раз опять вот этого дедушку или бога, как вы посчитали? Нет, я как-то лежу, смотрю наверх, а встать не могу. Почему? Тяжело. Ну, вокруг всё белое, то есть никаких, ни точек, ничего, просто всё белое. Ага. А какое у вас состояние? Ну, сколько вам, ну, комфортно, приятно? В области груди, чуть повыше, вот где-то посередине, что-то, как будто камень там лежит, и меня он прям давит. Ага. Угу. Упистлело. А как, подождите, смотрите, вы сказали, что вы полетели, вот вы в колодце утонули. Камень в колодце придавил меня. Вы сейчас мне рассказываете про своё физическое тело, а я вас спрашиваю про душу, что с душой происходит. То есть душа находится в белом пространстве, и ощущение, как будто вас камнем придавило в этом белом пространстве. Правильно? Да. Угу. Так. Дальше что происходит? Каким образом вы опять новое воплощение получаете? Вот, получается... Вот такой, снимает с меня этот камень, берёт за руку и говорит, пойдём. А я как будто ещё такая вся невлошная, то есть я как будто бы и в теле иду, и не в теле, как будто мне вообще непонятно, как мне передвигаться. Ага. Вот. И вот он меня куда-то ведёт, сажает на лавочку. Спросите... Да, вот, поговорите, что, какие ваши дальнейшие действия? Может быть, работа над ошибками, какие у вас на будущее задачи, что вы должны сделать? Я спрашиваю, что мне делать дальше, он мне говорит жить. Так. Угу. Такие ошибки мне исправить, и он говорит, умереть свободной смертью. То есть не самоубийством, а умереть вот самой по себе. Да. Ага. Так. Родить, воспитать детей. Родить, воспитать детей. Ага. Умыться свежей... Что-то такое, не пойму. Чем свежей? Свежей водой смыть с себя грехи. Ага. Окунуться в эту воду, как будто. Угу. Так. Моржевание, что ли? Что тут в этом роде? Говорит, что вы моржеванием занялись? Нет. Хотела бы... Я правильно понимаю, вот сейчас вы как раз рождаетесь опять в женском теле, когда вы в 17 лет убежали от бабушки в город, где там вот этот Евгений был, Варин и прочее? Нет. Еще одна жизнь какая-то предстоит? Там где-то я долго в пространстве нахожусь. Ждете, да, подходящего момента на перерождение? Ну, как будто какие-то уроки, что ли. Какие? Как они выглядят? Давайте посмотрим. Общаюсь с душами там. С какими? С мамой. С мамой какой? С мамой какой? Которая у вас была... Индийская мама? Вы с этой мамой? Нет. А с какой? Будет мама. А, будет мама. То есть вы как бы на будущую жизнь договариваетесь со своей будущей мамой о чем-то? Да. О чем? О том, что будут дети у нас в семье. Ага, так. И мне предстоит что-то плохое. Ага. Вы соглашаетесь на это? Нет. А что значит сделать что-то плохое? Что это значит? Ненавижу тебя. Не пойму. Я не люблю маму, не люблю эту. Которая будет? Да. Я правильно понимаю? Это как раз перед вашим рождением вот этой вот 17-летней девушки, которая живет в бабушке. Марфа вот эта. Так, что с мамой? Расскажите по-прежнему. Когда уже родилась? Да. За что? Нет. Нет. За что вы ее... О чем вы договорились, во-первых? Перед вашим рождением? Какую вы задачу должны были сделать? Что там за дети? За что вы ее ненавидите? Да. Да. У нее будут дети еще. А я одна. Так. Она ушла. К другим детям. Мир и покой. Умерла. Ага. После рождения меня. Ага. Понятно. И вы с бабушкой остались? Да. И бабушка меня за это ненавидит. Ага. За то, что мама умерла, получается... То есть ее дочка умерла при родах, да? Очень любимое дитя. У бабушки она была. Ага. У вашей. То есть получается, что вы как бы послужили источником смерти вашей мамы, правильно? И поэтому бабушка вас за это ненавидит. Да. А тут вы еще и с этим 45-летним мужиком связались, да, в 17 лет? Да. И она вас за это заставляет искошать и не скинуть. Ну, это во время вот все драчи этой. То есть будешь вот отсюда у меня, будешь есть тыч от меня. Угу. Угу. Как качество нога девчон. Угу. 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 Хорошо. Это мы с вами просмотрели. Потом мы с вами перелетали в белое пространство, и вы должны были родиться китайской девочкой. И вы начали мне уже рассказывать, что я вижу поле, какой-то палаточный лагерь. Да. Кто это за лагерь? Беженцы. А беженцы откуда-куда? С Азии в Европу. Угу. То есть этот палаточный лагерь, он в Европе находится? Да. А какой год сейчас? 1985. 1985? Да. Так. Я прошу прощения, кто-то пришел. Сейчас я... Подождите, не вставайте. Не вставайте. Не вставайте. Вам нельзя сейчас в таком состоянии вставать, а куда-то бежать. Ну, мне стучат в дверь. Ну, пусть уйдут. Это хозяин квартиры, я просила его не приходить, но он пришел. Так. Он стучит сильнее. Я очень волнуюсь. Мне нужно открыть дверь. Юля. Он пристал работать. Сейчас вы меня слышите? Вот сейчас слышу. Он стучит сильнее и, наверное, звонит или пишет. Ну, идите, идите, идите. Сходите к нему. Что мне делать? Встать просто? Вставайте, идите к нему, да. Сказать, чтобы ушел, да? Ну, да, скажите. Я одна. Зачем пришел? Узнаете, возвращайтесь. Угурту. Ты живешь. Я проявляйте. Ей, да. Скажу, улыбни Ella. Я не буду deflectив появления. » Юлия, он пришел домой, сказал, что подумал, что ничего такого страшного, что физически будет здесь. Ему уйти, или он может уйти, или в другой комнате может побыть. В другой комнате, ничего страшного. Тогда все. Хорошо. Вам сейчас нужно вздохнуть глубоко. Три раза вздохнуть. Три раза выдохнуть. Заново визуализировать вот это поле. Заново визуализировать вот эту воронку, по которой вы опять вылетаете. То есть вот вы из тела опять вылетаете, она раскрывается, и вы оказываетесь с того момента, где вы мне начали описывать, что вот девочка, маленькая, три годика, китайская, вот эти вот лагеря беженцев из Азии в Европу. То есть визуализируйте вот эти картинки, и они опять вам пойдут, опять начинают проявляться. Смотрите, с кем вы там? Вы там с мамой, с папой, с другими какими-то родственниками, с кем вы там, будучи ребенком? Ну, там много людей, все в одной куче. Рядом мама у меня есть. Так. Хорошо. Что происходит дальше? Бомбежка какая-то. Слышу, что там трясет немного. Угу. Так. Так. И какой-то храм, как будто мы прячемся в храме. Угу. В подвале. Хорошо. И камнями засыпает всех. Угу. Так. Что дальше? Они разрушили храм. Угу. Что за храм? Угу. Угдийский. Угу. Тот же самый. Да вы что? Да. Ну, как такое может быть тот же самый? Если там это был храм в Индии, а это... Как вам сказать? На основе такого храма построили, как дубликат, что ли. А, я поняла, я поняла. Я поняла. Да, типовой. Ну, только в другом месте. Территориально в другом. Но храм тот же, тому же будьте посвящен. Понятно. А, с вами что случается после этой бомбежки? Вы остаетесь в живых? Нет. А вы умираете? Только мама. Так. То есть я правильно поняла? Мы сейчас посмотрели с вами очень маленькую, короткую жизнь. Где вы родились, китайской девочкой, и умерли в результате бомбежки? Да. И душа опять выходит из тела? Да. А посмотрите, пожалуйста, вот в момент вот этой бомбежки. Окажитесь внутри вашего тела и прочувствуете все ваши эмоции. Насколько вам было страшно, как ребенку? Мне не страшно, мама. Может быть, вы вообще ничего не понимали? То есть как это происходит? Я чувствую, что маме страшно. Ага, маме страшно. Но она меня закрывает с собой, и мне хорошо. Ага. И как вы умираете? Как это происходит? По голове. Ударяет, да, чем-то? Ну, падает. Камень. Осколок. И из-за этого вы умираете. Да. Так. И душа выходит из тела, правильно? Да. Что дальше происходит? Куда душа направляется? Моей маме. Моей маме. Моей маме. Вы говорили, что перед этим вы договорились. А, нет, это было тогда. Вот к нынешней, да, маме, правильно? Если вы сказали, это 1980 год. Что с душой происходит? Куда дальше она делится? После смерти маленькой девочки? Да, трехлетней китайской девочки. Какой-то мрак. Угу. Там холодно, сыро, как будто даже ветер. Угу. Неудобно и вообще как-то не хочется там находиться. Ну, не светлое место, да? Не светлое. Не как те разные. Нет. Может, это какие-то адские планеты? Нет, это вот какая-то перешейка какой-то. Впереди там я вижу где-то, ну, свет там есть. Угу. Какое-то место вот, где я сейчас пока только нахожусь. Угу. Слышите ли вы, может быть, какие-то звуки? Может быть, кто-то там плачет, кричит. То есть, есть ли там в этом пространстве еще кто-то? Это как утроба, смотри. А-а-а. Так. Смотрите себя с позиции тела. Кто вы? Развивающийся эмбрион. Нет, это уже роды. Это уже роды. Так. И теперь с позиции наблюдателя смотрите. Кто рождается? То есть, вот вы рождаетесь? Да. Вот вы та, которая сейчас есть. Да. Угу. Так. Теперь сделайте вот что. Вернитесь опять обратно туда, вот в это черное пространство, где вы наедине с собой. Задайте себе вопрос. Как я должна выстроить свою жизнь? Вообще, какие у меня задачи? Какое у меня предназначение? Чтобы вам пришел вот ответ от высших сил. Стать мудрой женщиной, оберегающей своих детей, заботящейся о них. Угу. Так. Служить как будто Богу, но при этом по-человечески как-то, то есть не в храме. Угу. Дарить тепло и свет людям. Каким образом служить Богу? Конкретно. Мамочку, прости. Маму, прости. Угу. Как служить конкретно людям? Богу. Через письма, писать письма высшие инстанции. По поводу чего? Правда, не образование. Поменять систему. Поменять систему образования? Да. Это мы сейчас говорим про служение Богу или про служение людей? Служение Богу. Я правильно понимаю, что служение Богу проявляется через изменение системы образования, в котором воспитываются нынешние дети? Да. В этом воплощении это ваша деятельность? Вы с этим связаны каким-то образом? Могу. А? Могу. Можете? Да. Связаны. У меня постоянно фоном идет какой-то звук непонятный. Стоит сказать одно слово и пурчит, пурчит, звук у компьютера. Не пойму, что это такое. Понятно. Так. Спросите про маму про свою. То есть вот вы мне говорили, что у вас очень тяжелые отношения с мамой. И сейчас сказали, что вы должны мамочку с вами просить. Что спросить? Каким образом вам это лучше сделать? Через что это должно проявляться? Она как будто мертвая лежит, а мне при этом так хорошо и спокойно, что она умерла. Отпустила как будто я ее. Да. Ну и закрылась там вся вот эта ненависть. Угу. Угу. Так. Про вашу дочку. Про первую дочку. Вы мне говорили, что у вас очень сильная неприязнь к дочке. Да. Вот. Да-да. Это как раз дети, так скажем, порока. Из-за которого у меня хрестала бабушка. Которую я убила. Угу. А она пришла в этот раз. Бабки. Скажите мне подробнее. Я не понимаю, что вы говорите. Еще раз. Я, будучи молодой девушкой, жила с бабушкой тогда. Да. Убила ребенка. Да. Угу. 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 Смела это дитя, которое я убила. Угу. Угу. со мной встретиться в этой жизни. И я ее ненавижу. Мне больно. Вот сейчас, после всего теперь полной картины, теперь полное понимание картины, вот прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду, какое у вас сейчас отношение к вашей старшей дочке? Боль. Почему? Даже головная боль какая-то. Угу. Очень много злобы и ненависти скопилось. Угу. За что? И инсульт. Если не отпущу. Угу. Угу. Хорошо. Так, давайте мы сейчас с вами проблемы по звукам постоянным. Смотрите, пожалуйста, вот что. Вот с этого момента покажитесь в сегодняшнем дне, сегодняшнем. Когда вот вы пришли в эту квартиру, устанавливали телефон, мы с вами созванивались. Теперь мы с вами делаем прыжок не назад, как мы с вами делали до этого, а мы делаем прыжок вперед. Вперед. на 10 лет вперед. Если сейчас у нас 18 февраля 2021 года, то мы делаем прыжок вперед 18 февраля 2031 года. Да. Вы себя видите? Да. Опишите мне вашу жизнь, что происходит в вашей жизни. Я в деловом костюме, который мне ужасно не нравится. Мне пришлось его одеть на какое-то мероприятие. туфли неудобные. Я давно не ношу. Мне приходится выходить на сцену о чем-то говорить людям. О чем? Об изменениях в жизни людей, связанных с чем-то узнавайте. со школой. То есть с каким-то образованием опять. Да. Так. Что это за изменения? Это позитивные изменения или негативные? Другой профиль. Или вы им предлагаете вынести изменения? Может быть. Частные открытия. Большой частной школы. Ага. Хорошо. У меня не устраивает государство. Ага. Хорошо. Так. А теперь загляните внутрь себя эмоционально и увидите как бы свою первую дочь. Первую. Отсканируйте свое состояние по отношению к ним. Незгливость. неприятие. Незгливость. Хранилость. Угу. Стык. Угу. К мужу. К бывшему мужу? Да. Сейчас состояние? Не сейчас, а вот плюс 10 лет. Вы стоите на сцене, что-то рассказываете. То есть мы смотрим, какие изменения через 10 лет. Да, вы не так сказали, это я сейчас говорила. А мне нужно, чтобы вы прыгнули вперед на 10 лет и отсканировали свое состояние через 10 лет по отношению к дочери. Она мне помогает, но в своем ключе каком-то. Она немножко в своем направлении, но мы с ней связаны очень сильно. Она участвует в своей жизни. Как вы к ней относитесь, ваше отношение к ней? К вниманием, но как к чужому человеку. Угу. Вот этот вот негатив присутствует в ваших эмоциях? Да. Присутствует. Да. Хорошо. Теперь вот вторую ключевую фигуру мужа, про которую вы мне говорили, бывшего мужа. А он уйдет своей дорогой далеко. Так или иначе. Уйдет. Отношусь как к нему. Да. Вот спустя 10 лет какое у вас ощущение? Тень какая-то, как будто он был в моей жизни. Ага. Так. Теперь мать смотрите. Мама уже умерла. Умерла. Ой, что с звуком-то прям я так мучаюсь? Так, теперь смотрите, что вы делаете. Вот от сегодняшнего дня вот вы видите момент, когда момент, когда вы подключаете телефон. И вот этот момент, когда вы стоите на сцене. плюс 10 лет. И вы это представьте, как, знаете, диафильм, состоящий из таких квадратиков, как будто бы вот, ну пусть 10 лет будет. Каждый год это свой квадратик ключевой. И прямо он у вас может быть подписан. 21-й год, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й и так далее. До 31-го года. Теперь смотрите, год, вы сказали, мать умерла. В каком году мать умерла? Плюс 28-й Угу. Значит, 2029-й. 30-й. А, в 30-й. В начале года. В начале года. 2-го января. 2-го января. 2-го января. 2030-й год. 2-го января 2030-й год. Нет, 4-й. Ого. Может быть, февраль уже совсем. С датами сбои бывают, потому что могут изменения быть. Так, хорошо. Теперь для перепроверки сделайте вот что. Вот, находясь на этой сцене, ныряйте в трубу, в трубу и летите по ней и вылетайте с другой стороны и увидьте меня. Меня через 10 лет. В 2031-м. году. Где я нахожусь, что я делаю. Вы можете меня вблизи посмотреть, а потом как бы с позиции наблюдателя отлететь, чтобы понять, что это за место, где я нахожусь. как будто бы я или не я, даже как-то странно так по ощущению, за ручку с вами, так скажем, здороваюсь, вы улыбаетесь, вся такая. нет, это скорее всего не я, я со стороны на вас смотрю. Вы с кем-то вот, тоже в такой одежде, как я вас видела на сайте. с каким-то таким, тоже он иностранец, но как вот узкие глаза, немножко такой уже поживой, и вы с ним общаетесь. где? Что это за место? Ну, храм какой-то. Ага. Он очень почитаемый человек. Какой человек? Ну, почитают его, уважают. Ага. Что это за место? Какой город? Израиль. Ага. Хорошо. Хорошо, сейчас начинайте, глубоко дышать, глубоко вдыхаете, глубоко выдыхаете и визуализируйте, что вы с того, с той стороны воронки влетаете в нее, вот ваше сознание, как вот вы вылетали в самом начале, так же вы влетаете, спускаетесь по ней вниз, в свое тело, лежащее прямо сейчас на кровати, на диване, где вы там лежите. Вот, и ваш разум, он проявляется прямо в этом теле, вот в области третьего глаза, да, эта воронка схлопывается, вы понимаете, что вы лежите в этой комнате и вы в обратном ключе запускаете ваше тело, шея, плечи, грудь, спина, живот, ягодицы, бедра, голени, стопы, пальцы, и Ладно.